И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Метро Ройл. Ну что, сегодня, наверное, просто побегаем и постараемся с вами пофармить как можно больше людей, денег и вообще вещей. Потому что я начал замечать, что в последнее время мне попросту не хватает даже экипировки снять новые ролики. Поэтому всем приятного просмотра, ребята! И погнали начинать! Друзья, хочу сегодня посоветовать вам отличный телеграм-канал по продаже вещей в Метро Ройл. Это магазин с самыми низкими ценами, в котором можно купить не только любой лут, но также данный канал базируется на различных бустах и прокачках аккаунтов в режиме Метро. Также при достижении 300 подписчиков будет сделан большой розыгрыш на 20 призовых мест, поэтому советую сразу переходить и подписываться. Всем приятных покупок, ребята! Возвращаемся обратно. Для начала сейчас постараемся забрать человека, который должен был появиться на этом респе, потому что круг сейва я его видел и сейчас осталось только найти, где он находится. А и он просто у нас решил куда-то убежать. Еще и стальной фронт. Немного плохо накидал по нему, буквально пары попаданий не хватило, но ничего страшного сейчас, постараемся выйти в упор и заражить его. Вот, граники пошли. Но как-то это ему не особо помогло. Еще и бот нам помогал. И, кстати, с него мы получаем и берил вышку, и бронежилет стального фронта, которым мы практически в ноль залили. Единственный минус у меня всего лишь четвертый рюкзак, потому что ни шестых, ни пятых уже не осталось. И надеюсь, что хотя бы с кого-нибудь нам выпадет хотя бы пятый рюкзачок. Ну, на крайний случай какой-нибудь бронежилет с топовыми подсумками. Это тоже было бы очень хорошо. Так, начало положено, теперь надо найти того, кто появился слева, потому что это стопроцентный респ, и там люди появляются постоянно. И либо он где-то здесь гасится, либо убежал на левую сторону встречать людей, которые идут со Снэйк Пита. А, ну, либо просто лежит в траве. И, кстати-то, это у нас опять была фуловая шестерка. Надеюсь, с него хотя бы рюкзак получим, ну, на крайний случай броню на пластинках. Только вот ложить уже практически некуда, ведь. С первого человека мы забили наш бронежилет, ой, наш рюкзак практически на 100%. И, кстати, у нас уже пошли замесы со стороны Снэйк Питовских респов, и осталось только либо ждать, как они пойдут сюда к нам. Тот человек, который там останется, либо сейчас подлутаем нашего и пойдем сами к ним. Пока еще не знаю, что лучше. Либо здесь подождать, либо на пролом идти и постараться как-то забрать его. И, кстати, опять красный лучик. А, понятно. Ну вот, два их убили и собрали полный сет стального фронта. Только вот места нету. А, еще и обе брони были на свинцованных тканях. Не, ну это прям вообще топ-топ. Довольно-таки редко так в начале боя везет. Тогда я сейчас особо жадничать не буду. Постараемся как-то забрать того человека, который у нас 100% есть со стороны Снэйк Пита. Он там, вижу, гранники по кому-то кидает. Видимо, их там двое. И пойдем на выход. Лучше заново перезайдем, чем терять такое огромное количество лута. Серьезно? Аж оттуда бот прибежал ко мне. Ну все, всех ботов собрал. Что-то как-то у них там все подзатихло, видимо. Один все-таки проиграл и остался всего лишь один человек. И еще бы знать, где точно он пойдет. По левой стороне, либо вообще через Снэйк Пит на рожок уйдет. Но, надеюсь, пару минут потратим и встретим его. А, кстати, нет. Вон он уже бежит. Буквально вот уже, в упоре. Сейчас на открытую местность выбежит и заберем его. Еще и бежит, кулачком машет. Ну вот, домахался. По сторонам надо было смотреть, а не бежать по полю и воздух пинать. И тоже красный лучик. Надеюсь, хотя бы тут рюкзак будет, потому что реально уже некуда ложить. Шлем. Да. Грубо говоря, убив троих человек, мы собрали себе два фуловых шестых сета еще и на самых топовых пластинах. Потому что дороже от свинцованной ткани у нас нету ничего. Тогда сейчас, наверное, будем рисковать. Выкинем все патроны. Возьмем прям по максимуму вещей и на оставшееся место возьмем уже там один-два магазина патронов и тупо побежим к выходу. Который у нас находится еще в самом-самом конце карты. Ну что, вот мы уже приближаемся к выходу и, как ни странно, пробежал через весь рожок и даже получилось забрать какого-то полубомжика, который все это время стоял в разрушенном доме около бота-снайпера. И с него получилось забрать лишь один жетончик и немного патронов, поэтому быстренько перезаходим и постараемся еще раз сыграть. И, наверное, уже и в родейку сходим. Неплохо, в принципе, садовод боя, два фуловых шестых сета. Так, в этот раз у нас выпал довольно-таки интересный респ. Крайне редко меня сюда закидывает, поэтому сейчас надеюсь, что что-то интересное должно получиться. Как ни странно, пробежал там все вообще вокруг и по самым таким местам, где люди крысят и вообще где там могут появляться люди и никого вообще не встретил. Решил переместиться на снейкпит, и тут у нас какие-то выстрелы идут. Вон кто-то уже у нас бегает. Это тоже фуловая шестерка, еще и тоже стальной фронт. И если он вот так вот бегает, то тут 100% кто-то есть. Он по-любому кого-то здесь сейчас высматривал, и значит, что надо быть на чеку и постараться забрать еще одного игрока, от которого он там прятался и искал более подходящую позицию. О, опять красный лучик. Мне прям это нравится. Ну, наконец-то. Наконец-то выпал рюкзак. Вот лучше бы в прошлом бою он такой, выпал с первого человека, чем здесь. Хотя тоже лишним не будет, теперь у нас достаточное количество места, можем спокойненько бегать, еще и в радиацию успеем сходить. Только я вот не понимаю, по кому он тут стрелял, и вообще с кем он тут файтился, потому что я никого лично не вижу. Вон какой-то трупик на воде лежит. А нет, по кому-то там снайпер стрельнул. Все-таки есть тут люди. Может быть, хотя бы с вышки будет более видно. Теперь на нас заглялся. Странно. Он же не может по нам сквозь здание стрелять. Опа. А у нас тут еще один человек появился. Правда, я не понял, откуда его, но с глушителя и прям неплохо так просадил. Теперь я понимаю, почему та стальная шестерка тут пряталась и искала более подходящую позицию. А, все, понял, он на вышке сидит. Точнее, лежит. Только вот по оружию немного непонятно, по-моему, это МК-12, но, если честно, могу ошибаться. Да, боже, этот снайпер меня вообще уже достал. Все, теперь мы точно знаем, где у нас находится второй человек. И теперь осталось забрать одного из них и потом просто пойти добить второго. Ладно, будем пробовать рашить, наверное. Других вариантов у нас не остается. А это еще кто идет? Серьезно? Тут было трое человек, а вместе с той шестеркой четверо? Я так понимаю, сейчас один другого забрал и мы добили последнего. Ну как последнего? Предпоследнего. Ну да, вот он, трупик. Серьезно? Это типа тот парень по нам вот так вот на ржавых патронах стрелял? Потому что хп-то он снимал довольно-таки неплохо. Все, в принципе, осталось забрать. Последнего игрока, который, скорее всего, все так же сидит в этом доме. Потому что снайпер немного странно себя ведет и временами агрится вниз крыши. То есть сквозь дом. Сидеть на вышке и просто выждать его я уже не вижу смысла, потому что У нас довольно-таки много уже прошло от начала боя. И нам надо еще успеть и вражок сбегать, и в радиацию сгонять, поэтому Пойдем к нему в дом и будем пробовать уже разобраться с ним в доме. Возможно, даже получится его зарашить. Только я не понимаю, почему он не стрелял ни по кому и просто гасился. У него либо патронов нету, либо ржавые какие-нибудь патроны. Ну, либо просто игрок испугался. Да, осталось только найти его, где он тут находится. Вот он тут, в уголочке присел. Еще и броню нам свою подарил. А, первый раз вижу людей, которые гоняют в шестой броне на самых-самых дешевых пластинках, которые можно на полу найти. Тогда сейчас прям подлутаем его немного и пойдем в рожок. Правда, вот у нас патронов нормальных практически не осталось. Но, надеюсь, получится. Ну, наконец-то мы добрались до рожка. И сейчас по классике забежим сначала на босса, а потом уже будем, наверное, двигаться в зону радиации. Какие-то странные выстрелы из глушителя. Почему-то только на карте они не показались. Опа! А вот он и человек. Который зачем-то побежал и просто лег в траву. Видимо, он либо там кого-то убил. Да, он там кого-то убил. Шестой шлем, пятый рюкзак. Блин, вот почему в прошлом бою было не так? Здесь троих, грубо говоря, четверых убили. У нас уже и шестой, и пятый рюкзак есть. Там же мы убили. Троих, также четверых. И ни одного рюкзака. Но зато хотя бы сетов было много. Ну и плюс у этого игрока были более-менее дорогие патроны. Теперь поэтому можно спокойненько убивать босса. Только для начала залезем на вышку. Посмотрим, что это за странные выстрелы из глушителя были. По-моему, по звукам было похоже на АКМ с глушителем высшего. Но могу ошибаться. Надеюсь, в будущем найдем этого игрока и также добьем его. Не, не видно его. Похоже, что он ушел либо в радиацию, либо пошел метро лутать. О, серп. Надо взять. А, а, у меня уже сковородка есть. Даже не замечаю. Бегаю с ней и не замечаю, что у меня сковородка уже есть. Ну, хотя бы босс у нас на месте. Может, с него еще что-то классненькое выпадет. Кстати, босс-то с пятым рюкзачком. Ой, прям как профи. Все мимо. Как-то сегодня странно. Босс у нас багнулся. Довольно-таки редко он вот так вот бегает туда, по стеночкам ходит. Ну, все, буквально один магазин уже остался. Вжух-вжух прям с АКМ его добрали. И остается только подлутать его, и спокойненько можно уже отправляться дальше. Кстати, может быть, хотя бы флайер отсюда выбьем. Потому что было бы неплохо выбить флайер, чтобы в родейке улететь на вертолете. Но нет. Пара синих предметов и все. Да, розовый лучик. А, еще и пятый шлем кобра. Ну, прям неплохо. Даже для третьей карты две пятых вещи. Это довольно-таки неплохо, я считаю. Ладно, двигаемся в родейку. Так, оказывается, у нас уже тут есть люди. И это те же самые звуки с глушителя. Это, видимо, тот же самый паренек, который бегается КМом и глушаком. Поэтому сейчас осталось только найти, где он точно находится. На крыше, либо в здании. И просто пойти и забрать его. Ну, и плюс, видимо, он уже тут не первый. Так как я сейчас пробежал по обеим сторонам. И они обе залутаны. А, еще собака мешается. Неохота пока что стрелять и выдавать свою позицию. Пусть он дальше думает, что он здесь один. Так, я так понимаю, он где-то там в зоне ящика, где забегаешь за полку с ящиком, и тебя вот эти вот стражи не трогают. Да, вон он, в уголочке присел. Тогда сейчас отойдем, убьем собаку и постараемся его как-то забрать. Оп, буквально два попадания, и он готов. Все-таки не часто встречаешь людей в зоне радиации, в четвертой броне и втором шлеме. И, кстати, вот тот самый АКМ, с которого он стрелял. Да, АКМ стальной фронт на глушителе. Потому что у него такой немного специфичный звук, его мало с кем можно перепутать. Ну, я так понимаю, он тут уже все ящики обыскал, поэтому, скорее всего, ловить тут уже нечего. На всякий случай, конечно, еще забежим, проверим, но что-то мне подсказывает, что тут уже все пусто. Еще и стражи, блин, сагренные, а у нас бронежилет уже не целый. На второй этаж, может быть, сбегать, может быть, там хотя бы ящики не залутаны. Но что-то мне подсказывает, если там они не залутаны, а они не залутаны, вряд ли я буду всех забирать. Постараемся в этом бою жадничать поменьше. Если у нас сейчас не получится залутать со второй попытки ящик, то тогда просто уйдем из родейки и пойдем лучше добьем босса, который у нас по времени появился. Да нет, мне кажется, без вариантов. Эти стражи сейчас почему-то вдвоем начали бегать, и у нас даже ресурсов брони не хватит, так же, как и ХП. Поэтому, наверное, двигаемся на босса и не будем жадничать. Ну что, остается у нас уже буквально 5 минут до конца боя. Сейчас постараемся быстренько забрать босса, потому что он максимально близко к нашему выходу, так же, как и второй босс, который на бараках заспавнился. Но на бараке мы не пойдем, потому что мы уже, скорее всего, не успеем по времени и по патронам. А босса здесь можно забрать и буквально махом выйти из боя. ХП- Как-то прям долго мы его убивали Но тут само положение босса Такое неудобное Редко в голову попадаешь И к сожалению с него ничего хорошего Нам не выпадает кроме улучшенного пулемета Но тем не менее аптечки и патроны Нам скорее всего уже не нужны в этом бою Поэтому их можно выкинуть И даже тот же самый третий рюкзачок взять И теперь спокойненько можно идти к выходу Потому что в данном бою Больше уже ловить нечего Ну и тем более у нас даже флайера нет Ну что, наверное на этом будем заканчивать данную серию И всем кто досмотрел до этого момента Просто огромное спасибо за ваш просмотр И если данная серия хоть немного вам понравилась Прожмите лайк и оставьте свой комментарий А я в свою очередь зайду в течении пары дней И отвечу на все ваши комментарии Ну и не забываем также про подписку на канал Ведь нас уже почти 12 тысяч человек А лета-то еще не наступила Но мы уже набрали такую огромную цифру Всем приятных праздников Пока Субтитры сделал DimaTorzok